Рекламно-информационная программа. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. Крупный план. Здравствуйте, у микрофона Владимир Сметанин. Я приветствую в нашей студии представителей компании «Авварус». Это, во-первых, генеральный директор компании Алексей Егоров. Алексей Глебович, добрый день. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. И Ольга Гордиенко, директор кировского филиала компании «Авварус». Ольга Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Я напомню, что «Авварус» специализируется на выпуске фармацевтических препаратов. У предприятия, в общем-то, солидная история. Больше 20 лет. Центральный офис располагается в Москве. Ну, а производство находится непосредственно в нашем городе, на улице Луганска, 53. У нас сегодня с вами на общение полчаса. И мы хотим поднять очень важные и, надеюсь, интересные для наших слушателей темы. Ну, все мы так или иначе по жизни сталкиваемся с необходимостью приобретения лекарственных препаратов, биологически активных добавок. И эти вещи активно очень рекламируются, и мы постоянно с этим сталкиваемся. Но одновременно любой, наверное, разумный человек должен задаваться вопросом, насколько они безопасны, насколько эффективны эти препараты. И не секрет, что появляются материалы, изобличающие производители, говорящие о том, что лучше бы этим не пользоваться, так уж по-простому говоря. Алексей Глебович, давайте порассуждаем на тему добросовестности производителей вот этих препаратов. И действительно ли все то, что представлено на рынке в современной России, так идет на пользу нам, потребителям? Давайте не только порассуждаем, но и на конкретных примерах рассмотрим эту ситуацию. На самом деле лекарственные препараты или биологически активные добавки, они существенно различаются между собой. И, к большому сожалению, та грань, которая существует между понятиями для простого потребителя, она размыта. И именно этими моментами пытаются воспользоваться недобросовестные производители. Ну, в первую очередь, конечно, недобросовестные производители биологически активных добавок. Потому что есть множество продуктов. Ну, допустим, мы можем, как наглядный пример, привести витаминные продукты. Комплексы. Да, ну, витаминные комплексы и так далее. То есть, если вы пойдете в аптеку и внимательно посмотрите витамины, которые предлагаются производителями, то вы увидите, что есть витамины, которые относятся к биологически активным добавкам, а есть витамины, которые относятся к лекарственным препаратам. В чем же разница, спросите вы, так сказать. Ну, и обычный, так сказать, вот такой потребитель, он должен, на самом деле, для себя четко поставить вот раздел и понимать, в чем различие. Ну, давайте, может быть, начнем с каких-то регуляторных вещей, которые дадут нам общее понимание, что такое БАТ или биологически активный добавок. То, что зафиксировано в законодательстве, вы имеете в виду, да. В законодательном уровне на сегодняшний день это ряд документов Евразийского экономического совета, да, в который входит пять стран. Вот. Ну, и, по сути дела, это продукты, содержащие пищевые или биологически активные вещества природного или искусственного происхождения. Пребиотические компоненты, пробиотический микроорганизм предназначены для употребления с пищей с целью оптимизации рациона человека, не являющегося единственным источником пищи или диетического питания. Ну, довольно замысловато это звучит для обычного покупателя, для обычного жителя. Давайте, Володя, тогда просто по-простому. Что такое БАТ, да? То есть, вот я, если бы я рассказывал своему ребенку, там, вот у меня ребенку 14 лет, вот Глеб его зовут, вот Глеб БАТ, это некий комплекс веществ природных или синтетических, неважно, пробиотических, это там живые микроорганизмы или пробиотик, это субстанции, которые позволяют активировать рост вашего биоциноза. Но это то, что человек и так имеет возможность приобретать в своем рационе пищевом. То есть, вместе с продуктами питания. Вместе с продуктами питания, да, вместе с... находясь в том или ином регионе. Вот, допустим, рыбий жир, который содержит длинные поленасыщенные жирные цепочки, да, это вот омега-3, так называемый, там, или омега-6, которые максимально так раскручены или на слуху, да, они очень полезны для памяти, они очень полезны мужчинам для предотвращения тромбозов, да, и так далее. Ну, вот возьмем тех же японцев или корейцев, но они живут на побережье. У них морепродукты. Уровень потребления рыбы и, соответственно, потребление этого микроэлемента, оно достаточно высоко. Им восполнять необходимое потребление, ну, нет необходимости. Но если взять там московского жителя или кировского жителя, да, то есть потребление рыбы более на низком уровне. Соответственно, у них восполнение этих поленасыщенных жиров должно восполняться каким-то образом. Либо они должны больше рыбы есть, либо они могут это делать при помощи приобретения таких биологических активных добавок, которые содержат этот рыбий жир. Вот я, допустим, у себя и сам употребляю такие капсулы, содержащие омега-3, омега-6, и вот Глеба даю. Сыну своему напомню. Сыну, да. То есть есть определенные нормативы, которые не питание разрабатывают для конкретного региона, и оно говорит, что для потребления, там, среднесуточное потребление того-то микроэлемента, там, B12-го витамина, там, или рыбьего жира и так далее, вот должно быть столько. И мы понимаем, что рацион скуден, там, в силу определенных обстоятельств, да, то есть, понятно, есть предпочтения человеческие, да, есть возможности, есть, ну, проживание, вот, в разных регионах. В конце концов, финансовые возможности. Финансовые возможности, да. И тем или иным, да. Ну, а мы говорим, что все равно организм должен восполнять эти вещи у себя. И каким образом можно их восполнять? Ну, вот можно восполнять в том числе при помощи либо изменения своего рациона питания, либо при помощи приобретения каких-то биологически активных добавок. Кстати говоря, здесь же очень хорошо вписывается в эту конву и так называемые еще функциональные продукты питания, которых вы тоже все хорошо знаете. Вот производители масла, сливочного хлеба, соков, вот очень яркий такой наглядный пример, вы возьмите, прочитайте, да, ведь на соках сейчас что написано? Вместе с соком... Сокосодержащие там что-то такое? Нет, ну там... Раствор какой-то, в общем. Если вы более внимательно прочитаете, вы увидите, что там есть рекомендации, дозировка, что вот вы вместе с соком там еще употребляете витамин С там в таком-то количестве. Если я хочу витамин С, я не пойду сок покупать, я пойду... Да, но дело-то в том, что здесь как бы и полезность заключается в том, что вас и не призывают в данном случае, если мы говорим о продуктах питания, если вы хотите витамин С, идите купите сок. Вы идете покупать сок, потому что вы хотите пить или там вы хотите поставить его на стол. Но вы понимаете, что вы оказываете еще полезное действие для организма, потому что вы вместе с напитком восполняете недостающие элементы, микроэлементы или макроэлементы. Понимаете? Но БАД – это несколько другая категория, это уже более концентрированные вещи, которые вы... При приобретении которых вы восполняете то, что вам недостает. И здесь надо понимать, что БАД ни в коем случае не обладает лечебными или терапевтическими свойствами. То есть это некое восполнение того, что вашему организму в принципе в общем поле не хватает, и тем самым вы оказываете некую профилактику своему организму, то есть помогаете своей иммунной системе. Но ни в коем случае нельзя говорить или нельзя акцентировать внимание или фокусировать внимание потребителя, что вы, употребляя этот БАД, решите свои проблемы с каким-то тем или иным заболеванием. Вот в этом-то как раз-таки и есть водораздел. С лекарственными препаратами. С лекарственными препаратами, да. Потому что все лекарственные препараты, они проходят жесточайшие проверки, они проводят клинические исследования обязательно, то есть они имеют весьма существенную доказательную базу своих эффектов, которые заявляются производителем лекарственных препаратов. Регистрацией лекарственных препаратов занимается Минздрав. Соответственно, есть очень жесткие и весьма серьезные регламенты по регистрации препаратов. Я вам так скажу, даже по времени от регистрации, если вы хотите зарегистрировать БАД, на это у вас может уйти от 3 до 4 месяцев. Если вы хотите зарегистрировать лекарственные препараты, это если мы не говорим, что там еще какие-то серьезные клиники и так далее, это самый короткий примерно срок. Но это можно говорить о полутора годах и более. И мы еще раз говорим, что биологическая активная добавка ни в коем случае не может позиционироваться таким образом, что она окажет терапевтический или лечебный эффект. Лекарственные препараты как раз таки и нацелены на то, чтобы решать острые заболевания, применяться при терапевтических каких-то или профилактических мероприятиях. Отсюда и вся разница. И концентрация веществ, потому что мы вот на примере витаминов показали, что вещества и в лекарственных препаратах, и в БАДах, они могут быть одни и те же. Ну, то есть тот же витамин, там, В12 или В6, он может быть как в БАДе, так и в лекарственном препарате. Но их концентрация, совокупность этих веществ, вспомогательных веществ и так далее, это очень серьезные вещи, которые и оказывают эффективность лекарственного препарата, и являются всего лишь восполнительными элементами в случае БАДов. Алексей Глебович, у нас медики регулярно заявляют и указывают, вернее, на проблему бесконтрольного применения этих препаратов. Вы действительно тоже считаете, что это... Этих препаратов это каких? БАДы, лекарства, когда человек по собственной воле, по собственной инициативе, не проконсультируя, вовшись ни с кем начинает это все принимать. Ну, смотрите, на самом деле, если мы говорим о лекарственных препаратах, то есть группа лекарственных препаратов, так называемых РХ, это рецептурные препараты. Только по рецепту. Да, только по рецепту врачей. И, кстати говоря, законодатель пошел так достаточно серьезно к этому вопросу, и он даже лишил возможности рекламировать на прямого потребителя такие продукты. То есть невозможно сейчас выйти с рекламой, там, допустим, антибиотиков каких-то того или иного ряда, то или иной молекулы. Они у нас с недавних пор как раз-таки рецептурные стали, нет? Нет, они не с недавних пор, они давно рецептурные. Другой вопрос, что... Просто массово все узнали об этом недавно только. Нет, ну, антибиотики, они всегда были рецептурные. Другой вопрос, что вот это вот законодательство, которое запретило, так сказать, возможность рекламы таких РХ-продуктов, то есть рецептурных продуктов на прямого потребителя, он запущен уже, по-моему, года полтора или два назад. То есть до этого можно было с телевизора, так сказать, рекламировать эти продукты. Но это, конечно, неправильная позиция. И у нас, конечно, в России вот такой самовыбор, самолечение, он был сильный и серьезный. И здесь, конечно, нельзя этого допускать, и это надо держать на контроле. Ну, в данном случае, если мы уже об антибиотиках заговорили, то сейчас вот в последнее время очень серьезно муссируется тема супербактерий. Что это такое? Выясните, пожалуйста. Не все, наверное, в курсе. Супербактерии. Вот что такое? Как супергерои, видимо, какие-то. Супергерои, да, которому ничего не страшно, так сказать. Дело в том, что любая бактерия... Что такое антибиотик? Да, это антибиотикотерапия. То есть это некая химическая молекула, которая оказывает подавляющее воздействие на рост заболеваний, связанных с бактериальным заболеванием. И в данном случае у бактерий есть механизмы, при помощи которых они могут формировать свою иммунную систему. И ведь очень важно, чтобы тот процесс лечения, который вам прописал доктор, чтобы он был выполнен полностью. Ну, то есть вам, если прописывают антибиотик, вы его должны выполнить на протяжении 5 дней или 7 дней. В зависимости от того, как курс пропить обязательно. Здесь очень важно, чтобы вы были комплиментарны со своим доктором. Если вам прописан курс на 7 дней, вы пропиваете 3, то вы имеете в виду, что вы сами свой организм ставите в зону высокого риска, потому что, не долечившись, вы имеете вероятность оставить у себя в организме те бактерии, которые будут подавлены, но которые все равно будут вырабатывать в себя иммунную систему уже к этой молекуле антибиотика. И в дальнейшем это будет весьма высоким риском для вас, потому что следующее заболевание, те молекулы, которые вам будут прописывать, они уже не будут решать вашу проблему по вашему заболеванию. И более того, бактерии – это выясненный механизм, даже от полезных или от условно-патогенных бактерий вот эти механизмы передачи существуют. Это так называемый иммуноответ бактерий. То есть это как раз таки и есть, что это и формирует тот момент, когда нельзя заниматься самолечением. Тем более вот в антибиотикотерапии это в первую очередь касается. А что касается системы контроля качества и за биологическими активными добавками, и за лекарственными препаратами в нашей стране, насколько она хороша или не хороша совершенно? Что сейчас происходит? С точки зрения лекарственных препаратов я могу с уверенностью сказать, что уровень контроля и качество за лекарственными средствами поставлен и ведется в Российской Федерации на очень высоком уровне. Я вам так скажу, что на сегодняшний день, ну, сложно сказать в процентном отношении, но вот Московская область, там, допустим, Министерство здравоохранения Московской области сказал, что они с 2018 года переходят на 100% контроль неразрушающими методами. Это что значит? Ну, это значит, что закуплено оборудование, оно и сейчас, и мы очень часто попадаем под такие контроли. То есть это определенные бигспетрометры закупленные, и они позволяют, не разрушая, не выщелучивая таблетку, или не разрушая упаковки, да, просто можно при помощи этого оборудования увидеть пики спектрометра и определить состав, ну, не состав, а действующее вещество, что достаточно уже говорить о том мел там или то заявленное действующее вещество. Это очень удобно, это быстро, это дешево и так далее. Это вот один из методов, который, ну, очень сейчас широко применяется по всей фарме. Надо сказать, что в 2017 году уже за этот период практически 50% нашей продукции было подвержено такому контролю. Как раз именно такой, да, именно такого рода? Да, такой очень метод он применяется, он достаточно дешев, его можно делать оперативно, еще раз, как бы говорю, не разрушая не саму таблетку капсулы. Да, это уже функционирует где-то, ну, могу чуть плюс-минус ошибиться, но уже более трех лет там или двух лет, это уже достаточно серьезно. А эффективность? Эффективность достаточно, да. Быстро и оперативно вы определяете, это активное вещество соответствует заявленному активному веществу в лекарственном препарате или нет. Плюс Росздравнадзор, это отдельное ведомство, которое входит в состав Министерства здравоохранения, и очень широко применяется выборочный контроль. То есть могут производиться закупки с аптечных учреждений, то есть приходит комиссия, закупает какой-то перечень лекарственных препаратов просто в любой аптеке. Со складов дистрибьюторов делается выборка, то есть приезжает комиссия Росздравнадзора, делает выборку с любого. Вот у вас в Кирове, я знаю, есть склады дистрибьюторов крупных протек и СИ, пожалуйста, пришли, отобрали и так далее. Также уведомляют нас, приходят на наш склад, делают отбор любых продуктов, как субстанций, так и готовых форм, которые есть, и в соответствии с нормативной документацией по достаточно серьезному перечню, что у нас зафиксировано в нормативной документации по всем тем показателям, делается уже полноценный, полный контроль качества по всем показателям. То есть ввести в заблуждение этих людей невозможно? Нет, ввести этих людей в заблуждение невозможно, причем система работает настолько четко, что если выявляется какое-то несоответствие нормативной документации, сразу же по всей системе оповещения Минздрава идет, по всем Росздравнадзорам, территориальным уведомлениям, по всем дистрибьюторам, по отзывам, по приостановлению этого оборота, по изъятию этих препаратов из оборота. То есть это очень эффективная, реально работающая система. Плюс на каждом предприятии, ну я могу сказать, вот на примере нашего предприятия существует система качества. Это именно система качества. Это не отдел контроля качества, как мы привыкли там и так далее. Что такое система качества, если в двух словах ее обрисовать? Это комплекс мероприятий, направленных на контроль, выявление и самое главное, предотвращение любых отклонений, которые возможны с той продукцией, которую мы выпускаем. Если есть хоть какие-то минимальные риски по тому, что у нас возникает сомнение в качестве наших продуктов, или какие-то риски, которые могут спрогнозировать вопросы качества, то есть совет по качеству, мы эти все вещи анализируем, поднимаем архивные образцы, поднимаем всю историю препарата и так далее. Поводим детальный анализ. Решение-то принимается людьми, вашими сотрудниками все-таки, да? Конечно, конечно. Не машина это делает, не искусственный какой-то разум. Но это решение, оно принимается на основании проверочных мероприятий, по анализу тех или иных документов, при исследовательских работах, при повторении, если это необходимо, каких-то исследований и так далее. Более скажу, что фарма, еще вот эта система качества, она организована таким образом, что мы отвечаем не только за себя, но мы отслеживаем и всю цепочку и перевозчиков, и складских хранений, и поставщиков вспомогательных активных веществ, то есть проводятся аудиты, мы выезжаем, то есть это у нас есть плановые мероприятия, то есть мы обязательно выезжаем на площадки наших поставщиков и аудируем их по тем требованиям, насколько они соответствуют тем требованиям, критериям, которые должны соответствовать. В общем, всю инфраструктуру вы держите под контролем, иначе нельзя. Это требования и Минпромторга, который регулирует выдачу лицензий и нашу фармацевтическую деятельность, и это требования такого мирового масштаба, то есть это называется GMP, требования Гутман Фактуринг Практик, которые обуславливают вот эту систему качества, которую должен владеть любой производитель лекарственных препаратов. Все, что касается БАДов, я еще раз подчеркну, что БАДы, как правило, ну вот давайте мы на примере, может быть, биологически активной добавки в состав, в который входит лигнин. Вот у нас есть препараты, допустим, да, там общеизвестные, не буду сейчас их говорить, это будет рекламой, наверное, да, но у нас есть один оригинальный препарат, который содержит в себе лигнин и луктулозу. Это два активных вещества. Есть инструкция по медицинскому применению, есть эффективность этого препарата, она подтверждена, то есть статус лекарственного препарата. То есть, соответственно, мы в инструкции имеем показания против отравлений, различной теологии, вывод тяжелых металлов и так далее, и так далее, и благоприятное воздействие на кожу. Ну вот именно по этому показателю как бы особо пользуются у женщин. Теперь что мы видим на сегодняшний день? Возникли ряд биологически активных добавок, которые в своем составе также имеют лигнин и луктулозу. Начинаем разбираться, каким образом они зарегистрированы и какие у них показания. Ну, показания очень простые. Это восполнение пищевых волокон. То есть, это те показания, по которым зарегистрированы эти биологически активные добавки. Ну, я еще раз подтвержу, да, пищевые волокна – это полезная вещь для организма, так сказать, они не только лигнин выполняют эту функцию, не только луктулоза там и так далее. Есть еще список там. Есть еще список, да, там и так далее. Это полезная вещь. Но ни в коем случае этот БАД не подтвержден, что у него есть эффективность части вывода тяжелых металлов из организма или детоксикации по любым отравлениям и так далее. То есть, нет такого... Самое главное, что у него не доказан терапевтический эффект. Вот разница основная. А если не доказан, то можно говорить о том, что это просто ввод в заблуждение человека. Да. Есть закон, который, так сказать, ограничивает рекламу биологических активных добавок и запрещает таким производителям и по таким продуктам ввести рекламу, ссылаясь на какие-то терапевтические или лечебные эффекты. А тем не менее, что мы видим? Ну, даже вот взять УФАС Кировской области, мы можем увидеть... Вот недавно совет состоялся по... Как раз-таки состоялось очередное заседание экспертного совета. И обсуждаемая тема. Да, мы 29 сентября. И вот, значит, что они обсуждают. В Кировскую УФАС поступило обращение о нарушении рекламного законодательства. Что они говорят? Следующая содержание. Реклама размещена. Следующего содержания. Здоровая и красивая кожа. Начинаются изнутри. Проходишь курс антибиотикотерапии и помоги собственной микрофлоре. Биологическая активная добавка к пище предлагается в качестве высокоочистенного природного интерсорбента, дополнительного источника пищевых волокон. Ну и так далее. И что пишут? Компенсируют недостатки естественных пищевых волокон к пище человека. Но это как раз-таки и есть то, в отношении чего зарегистрирована эта биологическая добавка. Ну дальше. Положительно влияет на микрофлору кишечника. Улучшает функциональное состояние желудочно-кишечного тракта. Используется для профилактики атеросклероза, хронических запоров. Мы уже видим, что в этой рекламе используются конкретные весьма серьезные заболевания, против которых... И так далее. А это БАД, напомним, да? Да, это БАД. Используется для профилактики атеросклероза, хронических запоров. Оказывает интерсорбирующие дезотоксикационные действия. Необходимо людям, работающим во вредных условиях, улучшая состояние кожи лица. Комплексное влияние компонентов кожных проявлений, дисбаланса микрофлора. Ну понимаете, то есть еще раз. Здесь понятно, что преследуют производители БАДов. Они пристраиваются в фарватер, как бы, да, лекарственного препарата, известного, доказавшего свою эффективность, да, и так далее. И пытаются за счет этого дезориентируя людей, ну вот вроде вы там, ну лигнин, лигнин, да, ну что, вот съел, съел. Еще раз. Вот понимаете, мы когда регистрируем, вот есть такое понятие генерик, да, или женерик, там он по-разному. Женерик, генерик. Ну это называется воспроизведенный препарат, да, то есть есть оригинальный продукт, который уже вышел из патентной защиты и так далее, его можно воспроизводить. Вот даже если вы хотите зарегистрировать генерик, и вы в качестве активного компонента используете определенные вещи, которые там используются, вы все равно должны по массе своих показателей доказать его эффективность и сопоставимость с действием этого оригинального препарата. Это эффективность действия, там, растворение, биоэквалентность, биодоступность, ну то есть там масса вещей, которые существуют, и которые... Сравнительные бездельники. Много параметров таких. Да, а здесь ведь это нюансы, опять-таки, это не только количественное состав этого активного вещества в вашей таблетке или капсуле, это еще комплекс вспомогательных веществ, потому что они влияют на растворение, на сорбцию, на какие-то другие вещи и так далее. И если вот мы берем как раз-таки вот в сравнении там, допустим, БАД, который зарегистрирован здесь вот в России из сорбента лигнина и наши лекарственные препараты, вот возьмем две спецификации, которые отражают отражение качественных характеристик этих продуктов, вот по которым как раз-таки будет Росздравнадзор проверять или там в данном случае Роспотребнадзор, если мы говорим БАД. И мы увидим, что у нас есть сорбция в нашем продукте, распадаемость таблетки, наличие там тяжелых металлов и так далее. В БАДах вы этого не увидите, вы увидите только количественный состав лигнина и лактулоза. Ну, все. Ну, и общие нормы там состава тяжелых металлов и так далее, которые даже как бы на упаковку-то и не выносятся. Поэтому, уважаемые производители БАДов, не вводите, пожалуйста, в заблуждение людей. Это вот, это не то, что Алексей Егоров сейчас сидит и говорит, что я выступаю... Генеральный директор компании «Авварус», напомню. Да, что я хочу защитить свои деньги и так далее. Это неправильный вывод будет из нашей передачи. Я просто сторонник того, что такие ошибочные фокусы, которые делаются нашим потребителям, а ведь многие из них люди больные. Если вы идете и покупаете что-то, вы либо уже в стадии заболевания, либо вы что-то хотите сделать по терапии себе или острое заболевание и так далее. И когда вы уходите в формат БАДов и ожидаете терапевтического эффекта... Основываясь, прошу прощения, только на цене, потому что БАДы в разы дешевле вводят в ликарство. Конечно, ущерб здоровью, который приносится конкретному человеку, это, с моей точки зрения, не только неэтично, но просто недопустимо. Ну, вот об этом хотелось как бы... Алексей Егоров, генеральный директор компании «Авварус». Напомню, Ольга Гордиенко, директор кировского филиала компании, у нас в тени находится до сих пор. Время бежит очень быстро. Я понимаю, что мы тему очень интересную сегодня поднимаем, но все-таки... Мы думали, что мы 30 минут не справимся, слушайте. 30 минут практически уже истекают. Хотелось бы все-таки упомянуть и о благотворительных проектах, и социально направленных проектах, которые реализует компания «Авварус». Давайте пройдемся. Здесь мы, Ольга Сергеевна, дадим слово. Уделим несколько минут этому. Да, Алексей Глебович заметил, насколько есть разница между БАДами и лекарственными препаратами. Хотелось бы сказать, что разница существует не только во всем, о чем он заметил, но это и производство, это и допуски к производству и так далее. И мы здесь очень жесткий контроль и внимание уделяем именно качеству при производстве. Это чистое помещение и так далее. Это все разные совершенно составляющие между БАДами и лекарственными препаратами. Помимо всего прочего, мы улучшаем и внешний вид города, помимо того, что улучшаем жизнь, здоровье граждан. Что нам интересно здесь? Мы неравнодушные, социально ориентированные компании. В частности, нам очень интересно посмотреть было в части взаимодействия бизнеса и власти города и формирования благоприятной городской среды. Что нами было сделано? Это формирование комфортной среды в парках, на аллеях, во дворовых территориях. И вот буквально недавно закончился наш конкурс «Я люблю свой двор», где несколько участников Октябрьского района, 21 человек, заявили о том, как они любят свой город, свой двор, непосредственно свой дом и своих жителей, в которых они живут вместе. В качестве приза мы установили детскую площадку. Подождите, каким образом заявили? Это был конкурс? Это конкурс был объявлен на весь город. Участниками явились Октябрьский район, жители Октябрьского района, поскольку мы территориально находимся в Октябрьском районе. Именно в Октябрьском районе, да? Да, конечно. В чем суть конкурса была? Что должны были сделать то, участники конкурса? Да, они по-разному заявили о себе. Кто-то в виде стихов, кто-то в виде актеров. Признаться в любви к городу, своему двору. Речь идет все-таки о душевных порывах, о творчестве, на которые побуждает родной город. Конечно, они показали, насколько им близко то место, где они живут, а именно город Киров, ихний двор, ихний жители, которые их окружают. Очень интересные были работы, но тем не менее нам нужно было сделать выбор. Трех призовых мест было трудно определиться. Первое место, значит, мы установили детскую площадку во двор, буквально с главой администрации Октябрьского района Долгополовым, Михаилом Александровичем. В субботу выехали, открыли эти три двора, где установили за первое и второе место соответствующие призы. Было очень интересно. А можем озвучить, простите, что перебиваю, озвучить конкретные адреса? Конечно, в ближайшее время даже публикации выйдут, мы все это ознакомим. Кто-то сейчас и слушатели решит прямо туда съездить, посмотреть, что Аварус сделала. Да, конечно. Это Октябрьский 44, это Московская 155, и это... Вспоминайте. Эрдженикидзе 9. Эрдженикидзе 9. И замечу, Гордиенко Ольга Сергеевна там не живет по этим адресам. Не было никакого умысла? Не было умысла, не было. Нет, жителей. А я-то вообще в городе не живу, поэтому уж от меня умысел тут вообще, так сказать. Ну, это только часть тех мероприятий, которые действительно мы сделали, и было очень приятно видеть то, что жителям это было интересно. На самом деле, если так нашему примеру хотя бы несколько частных компаний вдруг последуют, и вдруг захочется им сделать что-то подобное, было бы здорово. Так мы можем улучшить наш город, и там, где мы живем, сделать наше место более краше. Все-таки Киров нуждается, наверное, в каком-то вот таком участии бизнеса. Ну, и администрации Октябрьского района мы очень благодарны, потому что они активно наши все начинания поддерживают, это здорово. Вот до 9 мая тоже здесь такой, я считаю, что стоит, может быть, взять на вооружение, да, мы вышли с инициативой, ну, мы предложили профинансировать ряд лавочек. Не просто лавочек, чтобы посидеть, да, понятно, что как бы сидячих мест всегда мало в таких хороших местах. Установка скамейки вы имеете в виду? Да, давайте мы назовем скамейки, видите, в Ленинграде есть батоны и поребрики или бордюры, это всегда споро. В Москве бордюры, в Ленинграде поребрики. Да, да. Лавочки, неважно, скамейки и так далее, мы понимаем, что это функционально, но мы решили, потому что сейчас молодежь вот спрашивает, что там какие-то исторические вещи, все это забывается, и, конечно, уже война там закончилась достаточно давно. И мы эти лавочки сделали таким образом, что они содержат некие таблички, которые напоминают о тех или иных моментах. Вот в данном случае нами была установлена лавочка с упоминанием по Кирову, какие вообще предприятия работали в войну в Кирове, что они выпускали. И были эвакуированы сюда. Были эвакуированы сюда и так далее. Одна лавочка была с дневником Тани Савичевой, это по... Блокадному Ленинграду. Блокадному Ленинграду. И вторая табличка, это по блокадному Ленинграду, сколько длилось и так далее. Дальнейшие 9 мая еще будут, поэтому мы все... Где установлены-то то, о чем мы сейчас говорим? В Парке Победы. Да, мы разбили там клумбу, к 9 мая открыли, и вот установили эти лавочки. И к моей радости, каждый раз, когда мы проходим, никогда пустых мест на этих лавочках нет. Также мы с очень большим удовольствием, это я понимаю, что мы уже из формата выбились. Ну, у нас есть когда, у нас хорошие гости, и так разговор строится, то мы можем еще немножко продолжить. Давайте на несколько минут продлим. Мы выражаем благодарность, что вы нас позвали, потому что это такая площадка открытая, с которой можно обратиться. Знаете, с чем столкнулись? Ну, с каким-то немножко... Возможно, это даже неравнодушие, возможно, это что-то настороженность, потому что, с моей точки зрения, когда люди делают хорошие дела, я не про нас сейчас говорю, а вообще как бы говорю в принципе, да, то, с моей точки зрения, пресса и СМИ должны все равно в какой-то части эти вещи высвечивать. Да, здесь всегда есть момент такой вот раздела, что нельзя перегибать, нельзя вот эти вот хорошие вещи переформатировать в полный пиар, это недопустимо. Но не говорить о том, что есть компании или люди, которые неравнодушны, да, не зачерствели и так далее, с моей точки зрения нужно. Но с чем столкнулись? Мы вот, допустим, в прошлом году выезжали в детские дома. Я сам, к слову, воспитанник дома-интерната Ленинграда. Мы помогли детскому дому инвалидов, и мы выезжали в интернат, Ольга Сергеевна, напомните, это... Да, мы выезжали в Новоядский школу-интернат. Номер один? Да, мы там деткам здесь, инвалидам, видеомониторинг сделали, потому что очень важно, чтобы воспитатели видели, да, то есть, ну, вот, постоянный визуальный контроль, где какие дети, потому что там ограниченности в движениях и так далее. Ну, безусловно, это очень важно. В доме интернатов, да, там помогли просто и лыжными, там, какими-то вещами спортивными купили. Ну, смысл не в этом. Мы по-честному, по-чесноку обратились, сделали, я не знаю, как это называется, предрелиз, что ли, и так далее. Пригласили прессу приехать. Мы направили предрелизы. Мы даже были готовы автотранспорт выделить и так далее. Ну, что, так сказать, людям надо было... И посыл-то был не в том, чтобы высветили, как бы, вот эту акцию нашу, да. А мы по-честному сказали, вы приезжайте, посмотрите, чем живут интернаты, да, то есть, какие там воспитанники, чем... Чтобы у вас там развеялись какие-то, может быть, представления. Вы могли, да, ну, понимаете, когда пресса бы написала, что тут есть такой интернат, что там вот мы выезжали здесь уже под Киром, да, там спортивные ребята были, они одели все свои спортивные костюмы, медали там, показали, что они там какие-то чемпионы там и прочее. Но это здорово. Люди же живут в Кирове, они даже не знают, что у них в области в Кирове есть такие вещи. И здесь вот, если не будет это все равно выходить на... Ну, так, наверное, и будем читать про каких-то мутнинских бычков. Это самое актуальное, я просто не могу об этом не упомянуть. Буквально еще минута, что планы еще в плане благотворительности. Алексей Глебович, да, правильно заметил, мы действительно столкнулись почему-то странно с равнодушием здесь СМИ. Они не посчитали эту новость интересной для себя. Не только эту. На самом деле мы девяти учебным подразделениям, это интернаты, школы-интернаты, это детские дома, это порядка двенадцати школ и детских садов, которым мы оказали благотворительную помощь в части оснащения компьютерных классов. Так или иначе, это все касается вопросов материально-технической базы. Конечно, мы готовы не освещать нашу компанию как имя, а просто привлечь, возможно, внимание еще кого-то и сказать, что вот здесь есть дети, которые составляют наше будущее, на самом деле, которые в чем-то нуждаются, и надо на это посмотреть, может быть, немножко глубже, чем... Там, знаете, даже не совсем материально-техническую. Если нет материально-технической, пожалуйста, у вас же есть мама, папа и так далее, и вы когда выбирали профессию, ну, они вам могли подсказать что-то. В данном случае эти дети, они лишены этих моментов. И мы говорим о том, что даже организовав какую-то экскурсию, там, круглый стол сделать, там, чаепитие и так далее, показать реально работающие предприятия, то есть это тоже некая профориентация детей, у которых нет родителей, которые могли бы их направить. Это тоже одно из направлений, которое могли бы предприятия организовать. Поэтому... Ну, мы, кстати, делаем экскурсии на нашу радиостанцию. Ну, шикарно, а вы интернатских детей, детдомовских и так далее. Вот, ребята из этих лагерей у нас были как раз. Вот, поэтому... Вы подсказали хорошую очень вещь. Потому что, на самом деле, вот к нам у нас была экскурсия, да, они пришли, задавали массу вопросов, потому что сидеть... Им было очень интересно. Они действительно этого не видят. Они не пользуются мнением старших, ну, помимо педагогов, конечно, безусловно, которых на всех детишек не хватает просто. И они просто тянутся за будущим, за своим, понимая, что им когда-то нужно будет выйти из этих стен. А кем они хотят стать и что они хотят делать, они еще не знают. Поэтому здесь помощь сумасшедшим образом им нужна. И мы действительно показали им площадку. Может быть, кто-то из них примет для себя к святению то, что увидел, и вдруг встанет по пути химии. Да, химикам, технологам. Но движение вперед есть. Мы вот после такой активности с торгово-промышленной палатой, вот благодаря... Ивецкой торгово-промышленной палате. Да, ивецкой торгово-промышленной палате. Николай Михайлович. У него уже на сайте там у них блок появился, благотворительность. Раньше не было такого, это здорово. Ну и обращаемся ко всем, собственно говоря, руководителям предприятий, собственникам. Ну, не жмотитесь. Так вот мы, да. Ну, может быть, не совсем корректное слово, но... Ну, понятно сказали. Понятно. Все поняли, что вы... Будьте проще, да. Спасибо большое за этот разговор. Желаю больших успехов предприятию, которым вы руководите. Надеюсь, что регулярно будем встречаться в нашей студии и будем информировать наших слушателей. Спасибо большое, Алексей Егоров, генеральный директор компании «Аворос» и Ольга Гордиенко, директор Кировского филиала этой компании. Всего доброго. Спасибо вам большое. Хорошего вечера. Спасибо. До свидания. Крупный план.